Более 70 будущих мам привились от COVID-19. Они получили укол китайской вакцины Синофаром. Этим препаратом в нашей стране будут прививать только беременных. К слову, среди особенностей осенней волны много заболевших среди молодежи и детей, а также стремительность нового штамма. Один инфицированный передает вирус большему количеству людей. Стратегию Беларуси в сфере интеллектуальной собственности до 2030-го утвердят в ближайшее время. О перспективах и задачах говорили на научно-технической конференции. Участие в ней приняли руководители госорганов и эксперты из 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. В фокусе внимания борьба с недобросовестной конкуренцией и международное сотрудничество. К слову, законодательство республики в этой сфере полностью соответствует стандартам. Страна участница 16-ти многосторонних договоров. Аграрии Могилевской области убрали больше половины урожая сахарной свеклы. На 50% выполнен и госзаказ. Засушливое и жаркое лето сместило сроки созревания корнеплодов. Сбор начался только месяц назад, но планируют закончить до конца октября. К слову, выращиванием занимаются 36 хозяйств региона, намерены получить 400 тысяч тонн. С начала года в области зарегистрировано 116 печных пожаров. Спасатели напоминают жителям частного сектора, что наступление морозов нужно провести ревизию готовности жилья к зиме. Также стоит позаботиться о безопасности родителей или родственников. Помогите привести в порядок проводку, замените устаревшие электроприборы, почините розетки, установите в комнатах автономные пожарные извещатели. БРСМ Ленинского района проводит конкурс «Тебе пою Бобруйск». Для участия необходимо предоставить видеоролик с исполнением музыкального номера до 22 ноября. Каждая работа должна быть подписана именем и фамилией, а также названием трека песни. Важные условия – возраст от 14 до 31, прием заявок по телефону или электронной почте.